Добрый день! Сегодня мы поговорим о неопределенной форме глаголов нефаль, типа нулад. То есть это глаголы, у которых первая буква корня ют, и эта буква в неопределенной форме переходит в вав. Пока не совсем было понятно то, что я сказал, я на примерах объясню. Материал предназначен для изучающих еврит на продвинутом уровне. Пользуясь случаем, я хочу напомнить вам, что вы можете приобрести у меня книги по изучению разных языков с доставкой по почте. В том числе, например, еврит и русский юридический словарь или автотранспортный словарь, который рекомендуется, например, страховым агентом. Для заказа и дополнительной информации пишите мне адрес электронной почты, вы видите на экране. Итак, давайте сначала вспомним глаголы нефаль обычные, как у них образуется неопределенная форма. Я беру глагол нихнас, неопределенная форма лейиканес. То есть мы прибавили приставку лейи вместо приставки нул, и у нас немного поменялись как бы в плане звучания буквы. Было нихнас, стало лейиканес. Теперь я беру глагол нолад, это тоже нефаль, просто у него первая буква корня ют перешла в вав. Чтобы мы понимали, что здесь первая буква корня ют, давайте вспомним, что корень у этого слова, как в слове елед или юледит, рожающая. Итак, нолад рождается или родился. Чтобы получить неопределенную форму, мы прибавляем приставку лейхи. И обратите внимание, что у нас происходит. Буква корня ют меняется на вав. И по правилам современного иврита, чтобы легче было прочитать, если вав передает звук вэ, и буква находится в середине слова, то пишут две буквы вав. И мы читаем лейхи валед. Лейхи валед родиться, рождаться. Пример в предложении. Агдаим, асуим, лейхи валед, бе, огуст. Козлята могут родиться в августе. Лейхи валед родиться. Я беру следующее слово. Ноцар. Ноцар это образуется. Или образовался. Как сказать образоваться? Давайте мы сейчас напишем приставку лейхи. И мы сказали, что первая буква корня ют. У нас, чтобы не было сомнений, что первая буква корня ют мы сравним с однокоренным глаголом яцар, например. Яцар это сделал что-то. Сотворил. Произвел. Давайте так переведем. Ёцар создает. Правильно перевести. Создал. То есть у нас здесь буква ют первая. В глаголах этого типа она переходит в августе. Мы пишем две буквы в августе. И дальше вторую и третью буквы корня. Читаем. Лейхи валед родиться. Лейхи валед родиться. Лейхи валед родиться. Создаться. Получиться. Создаться. Создаться. Алюль лейхи валцер пкак. Может образоваться пробка на дороге. Ну, в случае, если интенсивное движение. Лейхи валцер создаться. Создастся. Как-то так, да? Да. Итак, носад. Следующее слово. Носад. Мы сравним для начала с однокоренными глаголами. Исод. Исод это основа. Однокоренное слово. Моссад. Моссад это какая-то структура, организация, заведение. Носад мы переведем как был основан. Когда речь идет о какой-то структуре, заведении. Носад. Организовался. Был основан. Чтобы сказать организуется, будет основан, создастся. Когда речь идет о заведении. Я пишу приставку лейхи. Дальше мы сказали буквы корня. Ют переходит в АВ. И вторая и третья буквы корня. Самых дали в данном случае. И у меня получилось лейхи в асэд. Лейхи в асэд. Быть образованным. Быть созданным. Образоваться. Создаться. Например. А. Мифлага. Ихула. Лейхи в асэд. Б. Ходиш. Шмоны. Например. Партия может быть образована. Основана. В месяце восемь. То есть кто-то скажет август. А кто-то скажет. Ходиш. Шмоны. В Израиле это принято. Восьмой месяц календарный. Лейхи в асэд. Таких слов очень немного. И не всегда первая буква корня Ют переходит в ВААВ. Не во всех глаголах. Это можно увидеть. Имейте ввиду. Будем считать, что это почти исключение. Таких слов очень мало. И мы их изучаем на продвинутом уровне. Из-за их вот особых таких качеств. И потому что они редко встречаются. Я очень надеюсь, что это пригодится. И что это было несложно и понятно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Храх. Лейт Раут. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok